Прекрасное место. Таких очень мало осталось. Во-первых, здесь городский пляж, да? Да, центральный пляж. Я приезжаю всегда осенью раньше приезжала, только до конца, да? Малолюдно. Ну, наверное, в сезон тут, конечно, все освещаются, всякие рекламы, но... Здесь можно уйти вот на дикий пляж. Туда дальше, да? Да. Ну, либо вот так через анаторию обогнуть, сейчас тут захода нет. Ай, вообще прекрасная дорога, вот через Кубан, ты в степь видишь, там одна дорога стоит. По степи идёт. Красота. Там запах, всё это. Дорога вот так вот, ну вот так вот, она, что это, вниз свискается. И там вот уже дикий пляж. Там только круче и море. Ну чё, шикарно, звучит прям вкусно. Да, один раз. Один раз я даже не звонила, когда приехала первый раз. Там вот этот дюно, потом... Как-то... А, нет, там вот просто вот так вот кусок, потом дюно. И видно, что дюнями ставят иногда палатки. А потом круче сразу. Ну, это так вот для вас просто. Понял. А вот вы... И вот, значит, одна... Значит, я такую картину читаю, потому что никого уже нет. Осень или сентябрь, да? И вот между дюнями такой проход, и там вот такой большой-большой диван стоит. Мягкий. Вообще! Это как в этом фильме, там вот Город. В этом... Робинзона Крузо, такой... Мягкий диван, значит, большой, такой шикарный. Потом уже приглядела, значит, так, раз палатка, два палатка. Значит, ну там вот так обустроено всё. И вот, значит, это... Какой-то там, ну, женщина, там, потом мужчина. Вот они вот так вот, ну, нога на ногу, на диване, да? И вот такой просмотр прям на море. Шикарно. Вообще, я такое... Я бы захотелась прогнозировать. Потом после меня неудобно было, знаете... Да ладно. ...погнозировать, да? Потому что такое, только, знаешь, уже для фильма. Красота. Так, расскажите, вот вы сейчас приехали на отдых. Куда? Где остановились? Я остановилась на Советской. Это частный сектор, да? Частный сектор, знаете, вот... Прям вот около крокодилов. Угу. Не знаю, Советская. Вот прямо, знаете... Крокодиловая ферма, рядышком с ней. Крокодилы, да. И вот так вот, если вот смотреть на улицу от крокодилов, то на левой стороне, прям вот второй дом. Угу. Там, знаете, ещё написано экономные мира, там 50-е. Вот там они планируют вообще в сезон организовать шикарный отдых. Пансионов. То есть с питанием совсем? Да. Но питание, там женщина какой-то прям... Это знаменито Шевкова, она с севера, да? Ну, она привезла, там, в общем, закупилась на сезон, там, натуральных соков сама делала, это из мандаринов. И, кстати, можете зайти к ней покушать. И работает сейчас? Да, она единственная, наверное, работает. Потому что они обустраивают всё это, готовят. Ну и она это... Вот, к ней приходят сейчас все, потому что практически всё закрыто. Вот. То есть 25-е мая ещё ничего не работает? Да, 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 да. Вот сейчас ужасно. Вот. И, значит, у неё будет вот этот вот... Она там какую-то очень хорошую выезды привезла. В общем, самодельные там соки, статкази она сама делала. В общем, у неё будет какой-то шикарный отдых, ну, в пансионочке. Она говорит, что у неё, в принципе, такое, что не магнитовское питание, хорошее питание. Хорошее продукты. Вот, она там будет на ферме закупать. Сейчас она тихонечко пока... Настраивает. Да, да, да. Вот. Ну, она такая очень вердышная... Цена интересует. Сколько вы платите сейчас? Ну, я плачу очень мало. Ну, сколько? Ну, это вообще просто крушно, потому что, в принципе, так, конечно, мало найти можно. 350, но это потому что... Одна живёте? Ну, да. Потому что сейчас никого нет. Угу. И потому что у них ещё не все обустроено. Так, а у вас душ-тоалет в номере или отдельно? Нет, отдельно. Ну, это вам номера. Но там тоже, наверное, будет так вот... Помнит у них стоит там... Ну, тоже, наверное, из расчёта. Просто я одна, это у меня, конечно, находка. Просто я так случайно вот уже шла, и меня это подцепили, и это... Ну, просто такого, конечно... Одноместный номер я обзванивала, ну, везде не найти, но так и сейчас, можно сказать, вот... Туста ещё. Да, вообще не понять. А вот 3 дня, да, вот в первые дни вообще, знаете, какая-то была... Какая-то дневная там была, да, вот... И, значит, какая-то... И вот у неё будет какой-то очень шикарный, такая непланированная прям... Ну, сервис будет очень хорошо. Поэтому, Юра, тоже зайдите и попустите. Посмотрим, если получится. Я просто сегодня не один, меня сегодня подписчики привезли. Если они согласятся, сходим попробуем. А, да-да. Это, знаете, от фермы вот так вот, да? Вот магнит, да, там будет, и магнат у них. Потом вот первый дом, второй дом. Ну, вы его узнаете, потому что он там... Такой навесик. Угу. Там столики стояли. Маленький магазин. Понял. Её можно много лакомств купить. У неё какие-то... Вот такая баночка, она сама делала. Сокрытый в сироп цельники мандаринки. Она в фазе сама с ней заготавливала. Можно так вот писать, что для это... Половства привезти. Хорошо. Так, скажите, вот вам не скучно? А хватает ли вот сейчас каких-то движений тут? То есть развлечений или нет? Я вот смотрю, вы сидите, вяжете, вам и так хорошо. Это просто для всех вопросов. Ой, ну я так вообще даже приехала, что просто надо побыть в родиночестве. Я днём сюда хожу, вот на море там, на этом озере купаюсь. Конечно, море холодное пока. Но озеро прекрасное. А грязью мажетесь или нет? Ну, конечно. Помогает? Знаете, я не знаю. Помогает, мне кажется, в сиропе. Даже, по крайней мере, я вот не обгораю. Ого. И у меня кожа такая, я знаю, это обычная отбуха, она шелушится, там что-то такое, да это. А тут я в сиропе, да? То есть она какая-то бархатная и никакого шелушения нет. И у меня кожа белая такая, да, обгорает сразу там это. А вот грязи нет, кстати. То есть грязь помогает. И защищает от ультрафиолета, делает кожу мягкой и бархатистой. Ну, я думаю, с чем-то это. Потому что я все равно, что на море потом, например, сидела там долго, да это. Но что-то она такое дает, да, она как бы на защиту такая. Каждый день ее как-то вот. Вот. А потом, значит, я вот как-то поединяюсь, вот сюда, на дальний фляж. Ну, опять-таки, я вообще думаю, что вот, конечно, вот сейчас вот такая ситуация, что море холоднующее. Угу. Я бы вот такое даже думал, ну, что это такое место, это там, анатолом, что-то я не помню. И, конечно, просто поехала в Балдейске, потому что здесь выключают озеро. Озеро теплющее, прям по 2 часа иногда сидишь это в воде. Ну, 24 градуса сейчас, как море летом, то есть... Да, нормально, нормально. Хорошо. Еще вопросик, скажите, вот все часто спрашивают, как добирались, как приехали? Ну, у меня все экономил вариант, значит, я приехала на поезде, потом переехала на автостанцию. Угу. Ну, там такси, например, вот я так поняла, что такси, оптимальный вариант 250 рублей. Угу. Угу. Предлагают, потому что у кого выхода предлагают подороже, я так поняла. Опять-таки весь автобус, говорят, ходит. Просто мы не успели дойти до автобуса, как у нас вот такси, ну, и... Забрали. Да, цена, в принципе, ну, нормальная. Сели, уехали. Магазины работают здесь? А, здесь магазины сейчас почти не работают. Но они же уже, наверное, через неделю... Здесь вот, например, из 20 магазинов работают один. Угу. Ну, вы находите, где купить себе продукты? У моей хозяйки все есть. А, все отлично. А там, вот, на круче прекрасный, этот, рынок. Угу. Угу. Это, в общем, полтора литра молока за 100 рублей. Коробливая. Это в сирп продают. Там, ну, он небольшой, но там все прям есть. Это накручивает, если ты можешь купить этот натуральный продукт. Тут женщина с храми стоит. Обычно рынок бывает внизу. Но я даже хочу сказать, внизу он какой-то скудный. Там лучше. А где это накручивает? Кручая, это, когда ты посмотри, вы пойдете по-советски. Вот где я вам сказала, да? Да, да. Потом дойдете до улицы школьная, повернете на школьную. Потом пойдете по ней прямо и повернете налево. Все, понял. И увидите лестницу. Тут две лестницы. Поднимаемся наверх и будет круче. Сынно-бикмаровский город такой. Угу. И там накручивает магазинчик, там вот этот рынок, там церковь. Вот ориентир. Понял. Другой вопрос. Вот сейчас все переживают, потому что у нас через Азовское море находится там спецоперация, безопасность. Чувствовали какую-то угрозу? У меня даже не слышу ничего. А вообще кто-то говорил, может что-то страшно там или еще что-нибудь. Я никто не общалась. То есть все хорошо? Я со своими сделал. Во дворе там играли. Ну во дворе никто ничего не говорил? А? Потому что люди же переживают. Нет, никто ничего не говорил. То есть вы одна, приехали, ходите везде, по каким-то полям там лазите. Вам безопасно? Нет, это нормально. Вот. Это самое важное, чтобы люди слышали, что… Нормально, прекрасный отдых. Я говорю, что это… Еще вот я говорю, альтернатива, что озеро. Место-то, это море. Такое, видите, слухи слугало. Такое холодное. Прекрасно. Ну Азовское быстро прогревается. Поэтому, я думаю, будет… Потом я говорю, вот там вот, когда он дальний пляж, там природа. Это очень мало места тут осталось. Согласен с вами. Если кто хочет такой, чтобы и природа была, и дикий, такой плод, если бы поменьше этих всех погодов. Понял. Днем пообщался здесь, наверное, на пляже, а вечером куда-то туда ушел степь. Вам отличного отдыха. Спасибо за рассказ. А, как зовут? Самое главное, откуда приехали? У меня, надеюсь, не снимали. Снимаю. На две камеры причем. Одна в прямом эфире. Я себе увижу в кино и буду радоваться. Нет, наоборот, разочаруюсь. Не в коем случае я разочаруюсь. Вы очень красиво выглядите. Все хорошо. Ну скажите, как зовут и откуда? В Москве. Ирина, ну хорошо отдыхай еще раз. Спасибо большое за интервью. Мы хозяйцы пообедут. Есть и получится.